Доберман Про собак этой породы ходит много баек и легенд. Уточним с самого начала. В них нет ни слова правды. Доберман не агрессивен и не любит кусаться. Неправда так же, будто в 7 лет он сходит с ума. Это старая сказка, над которой большинство посмеивается и по заслугам. Но сейчас на эту тему снова стали спорить. Доберман просто собака для защиты. Однако сейчас собаки для защиты и для охраны – предмет гнева многих людей. Если так пойдет дальше, люди начнут бояться собак больше, чем волков. Почему так происходит? Почему собаки уравновешенных и надежных пород стали врагами собак и ненавистников? Почему собак и ненавистников все больше? Сейчас мы попробуем ответить на эти вопросы. А пока смотрите. Маленькие хозяйки вывели на прогулку своих щенков. Пока ничего странного. Но вот те же щенки в многочисленной стае взрослых собак. Как видите, никто не стремится никого растерзать. Вот еще одна семейная сцена. Ее участники – Сильвия, 2 ноги и 3 года, и Люба, 4 ноги и 10 лет. Да, именно 10. Хотя она выглядит моложе. Значит, она должна была сойти с ума 3 года назад. Кто-то может решить, что родители этой девочки безответственные люди. Но мы надеемся, что байку про безумие подвергнут сомнению, и что эти кадры заставят вас забыть все плохое, что говорят и пишут в последние годы о доберманах. Пора понять, что истинный доберман не такой, каким его представляют. По крайней мере, не только такой. Вот как можно использовать собак этой породы, послушных и уступчивых, способных научиться любой службе, поскольку у них атлетическое телосложение и живой ум. Способность охранять и защищать – всего лишь их естественные свойства, которым может управлять человек. Но доберман, имеющий выбор, хотел бы в первую очередь быть вот таким. Не собакой-убийцей, не средством для войны, а объектом для нежности. Это главное, что нужно знать о добермане. Второй важный факт. Собаки чистой породы – абсолютно любой. Это продукт тщательного отбора, цель которого – сохранить и по возможности улучшить типичные психофизические характеристики этой породы. Уже несколько лет противники добермана твердят, что эта собака создана в лаборатории людьми, а вовсе не природой. Это смешное обвинение. Можно подумать, что доберман – творение доктора Франкенштейна. Конечно, это правда, что он не создан естественным путем в природе. Но природа не создала ни левретки, ни немецкой овчарки, ни кокера, ни лабрадора. Природа создала волка, а собака – творение человека. Это мы сделали собаку домашним животным. Это мы в течение веков приспособили ее к своим потребностям, придав ей разной формы, привив разные привычки, черты характера. Селекция была и остается кропотливым делом, долгим и ювелирным, требующим постоянного контроля со стороны человека. В противном случае очень быстро все вернулось бы на круги своя. Предоставленные сами себе собаки любой породы вернулись бы в первобытное состояние в течение жизни нескольких поколений. Вернемся к сложному вопросу. Почему общественное мнение против Добермана и многих других собак-защитников? Ответ очень прост. Потому что породисты щенков продают, а любой рынок управляется законом спроса и предложения. Если многим людям нужны быстрые машины, промышленность создает их. Агрессивные и кусачие Доберманы выращиваются потому, что есть спрос на агрессивных и кусачих Доберманов. Но надо помнить, это не истинные Доберманы, не такие, как те, которых вы сейчас видите. Не те, что выращены с любовью, со страстью, с чувством ответственности. Иногда злые псы — продукт случайных вязок, без селекции, то есть без контроля породы со стороны человека. В других, без сомнения, худших случаях злые псы — продукт намеренно неправильной вязки. В руки любого собаковода могут попасть особи повышенной агрессивности. Они есть в любой породе. Агрессивность сама по себе вовсе не дефект. Это нормальные черта характера, как животного, так и человека. Собака, лишенная агрессивности, не смогла бы защищать своего хозяина, не смогла бы помогать полиции или службе по борьбе с наркотиками. А в природе не смогла бы выжить, не будучи способна охотиться, добывать пищу. Значит, агрессия нормальна и необходима. Она опасна только, если она чрезмерна. Вот почему любой серьезный сознательный заводчик проверяет характер своих собак и исключает из производства слишком агрессивных. В то время как коммерсант, думающий только о прибыли, намеренно воспроизводит злых псов, поскольку именно на них есть спрос. Впрочем, эти люди, лишенные совести, не заслуживают звания заводчиков собак. Пусть даже они имеют кучу призов собачьих выставок. Что касается их клиентов, стремящихся любой ценой получить зло опса, они даже не заслуживают звания цивилизованных людей. Они просто глупы, ведь они лишают себе удовольствия вот так гулять с собакой. Они не понимают, что для защиты необязательно иметь в доме зверя. Смотрите, собаки, которых мы видим сейчас, те же, что были в предыдущих кадрах. Как же получить настоящего добермана, а не продукт сомнительных рыночных игр? Прежде всего, надо найти серьезного и опытного заводчика. Организации кинологов и ассоциации любителей доверманов смогут дать вам нужные адреса. Но нужно поехать к заводчику лично. Недостаточно узнать цену щенков по телефону. Прибыв на место, помните, что истинные собаководы участвуют в выставках и конкурсах, потому что это, своего рода, испытательный стенд. Но кубков и медалей недостаточно. Пусть заводчик покажет сертификаты СОВ, что означает «Сертификат способности к воспроизводству». Он выдается собакам, которые прошли испытания экстерьера и характера, и у которых официально исключена дисплазия бедра. Лучшие собаководы подвергают всех своих щенков этим испытаниям. Теперь можно задать заводчику решающий вопрос, а именно, можно ли погладить одну из взрослых собак. Правильно выращенный доберман в присутствии хозяина никогда не проявит агрессию к человеку дружелюбному, пусть даже незнакомому. Поэтому заводчик, уверенный в равновешенности своих собак, позволит вам гладить их и играть с ними. Кое-кто из вас захочет нам возразить, может ли доберман быть нежным и добрым, ведь он выведен как собака для защиты. Это верно. Но собака для защиты вовсе не должна быть бесконтрольна злой. Нет, совсем наоборот. Собака, беспричинно кусающая людей, почти всегда трусливая собака. А доберман вовсе не таков. Тот, кто обращался к его истории, знает, что создатель этой породы, давший ей свое имя, хотел иметь отважную собаку. Этого человека звали Карл Фридрих Луис Доберман. Он родился в середине 19 века и был сборщиком налогов. В его работе нередки были стычки с недружелюбными налогоплательщиками. Господин Доберман страстно любил собак, но не мог найти той, что подарило бы ему чувство защищенности. И он решил создать ее сам. На выставке в городе Апольдо в 1870 году он купил двух щенков типа Пинчера, отличавшихся бурным темпераментом и отвагой. От их союза родилась черно-рыжая сука, названная сначала Бисмарк, а позже Бисард. С этой собаки господин Доберман начал свой труд селекционера, осуществив множество скрещиваний с множеством разных пород. К сожалению, в то время собаководы не имели обыкновения рассказывать о своей работе. Луис Доберман не оставил никаких записей. Сейчас предполагают, что он использовал породу Мецгерхунг, собаку мясника, предка современного ротвеллера, бельгийскую пастушью собаку, на которой Доберман очень похож, штопель Хобсера, другую пастушью собаку, ныне исчезнувшую, тюринскую овчарку, от которой пошла нынешняя немецкая овчарка и веймарскую охотничью собаку, от которой пошел синеватый окрас и окрас Изабелла. Ясно одно, Луис Доберман не стремился создать собаку-убийцу, ведь он даже не смог бы ее использовать. Для защиты он был вынужден всегда водить своего пса с собой, а муниципальному чиновнику, каковым он являлся, не разрешили выходить по городу со зверем на поводке. Луис Доберман создал собаку смелую, как пинчер, но послушную, как овчарку и добрую, как охотничий пес. Таковы были породы, которые он скрещил. Его последователи шли тем же путем, добавив в породе былкости манчестерского терьера и элегантности грейхаунда. У нас есть точные сведения об их участии в скрещивании. Они записаны в первых официальных родословных Доберманов начала 20 века. Порода была официально признана в 1898 году. Доберманы имели шумный успех у публики, использовались в полиции и в армии. Это было бы невозможно, будь они неуравновешенными собаками. Кстати, примерно в тот же период в Германии боксер стал настолько злобным и опасным, что его больше не хотели покупать. Эта порода едва не исчезла совсем. Логично будет утверждать, что Доберман с первых лет существования отличался уравновешенностью нрава. На этом мы можем завершить наш экскурс в историю. Прежде чем продолжить наш рассказ, назовем первого настоящего заводчика этой породы. Им был Отто Голлер, создавший первую генеалогическую книгу Доберманы. Ему принадлежали собаки Граф Беллинг фон Гронланд и Герхильда фон Гронланд. Соответственно, номер один и номер два немецкой ветви породы. Но вернемся в наши дни. Зная, как определить добросовестного заводчика, изучим правила, которым должен следовать человек, купивший щенка. Во многих странах разрешено подрезать собаке уши. Это делают почти всегда, потому что у Добермана с целыми ушами будет смешная морда щейки, которая сейчас не пользуется любовью публики. Наш щенок, которого хороший заводчик не продаст, пока ему не исполнится два с половиной месяца, будет носить рожки, но сможет спокойно играть с друзьями, не рискуя повредить уши. Питание имеет огромное значение в первые месяцы жизни. Последуем советам заводчика и не будем менять диету, не посоветовавшись с ним. Заботясь о теле щенка, будем думать и о его психологическом взрослении. Важнейший этап – социализация, когда щенок должен познакомиться с как можно большим количеством людей, животных и ситуаций. Совершенно неверно убеждение, что собака-охранник, собака-защитник должна жить в изоляции. В этом случае она станет скорее робкой и пугливой. Едва выйдя из щенячьего возраста, доберман должен начать учиться и проходить дрессировку, но только под руководством специалистов, поскольку эта порода очень чувствительна, и ошибки исправлять крайне трудно. Тем, кто впервые берется за это дело, рекомендуем взять суку. Она более послушна, с ней обычно легче, чем с кобелем. Кобель этой породы обычно бывает весьма властным. Из-за его чувствительности с ним нельзя вести политику ежовых рукавиц. Чтобы успешно работать с кобелем-доберманом, нужно умелое сочетание твердости и нежности, а также отличные знания собачьей психологии. Результаты могут быть великолепными. Взгляните на этого активного подростка. Однако легко ошибиться и нажить себе неприятности. Будьте осторожны. Когда мы говорим о дрессуре, мы не имеем в виду только выработку послушания, ловкости, умения защищать. Как уже говорилось, доберман обожает играть. Это позволит ему преуспеть в самых тонких дисциплинах. Сука-нитрый кобель Адольф занимается дисциплиной аджилити, проворства. Это популярный сейчас вид спорта – бег с препятствиями для собак, почти как в конном спорте. Аджилити – не только развлечение для собак и их владельцев, но и отличный способ коррекции собак, имеющих проблемный характер. Мы рекомендуем этот вид спорта хозяевам, собаке которых доставляет им беспокойство. Другой чудесный вид спорта пока малоизвестен – это флайбол. Собака должна преодолеть четыре небольших барьера, схватить мячик, который она сама забросила за них с помощью особого механизма, и вернуться к хозяину в кратчайшее время. Это соревнования на время. Аджилити и флайбол – это еще не все. Постепенно развиваются новейшие, малоизвестные собачьи виды спорта, и доберман может в них преуспеть. Нитра может все. Она показывает два упражнения системы «Обидиенс» – послушание. Сначала был бросок в центр площадки, теперь стойка у конуса. Мы закончим наш спектакль упражнениями системы «Фристайл». Новой дисциплины, в которой собака и хозяин танцуют вместе. Нет пределов наукам, которые может постичь доберман, если у него правильные отношения с хозяином. Теперь поговорим о его анатомии. Многие считают, что собака не может быть одновременно красивой и работоспособной. Это удобное оправдание для тех, кто не сумел выработать в питомце оба эти качества. Красота и функциональность не только могут, но и должны сочетаться. В хорошем добермане они сочетаются. Конечно, совершенство обоих качеств достичь не удастся, и стремиться к этому значит развить породу на две части, то есть разрушить ее. Но истинный доберман должен быть и красивым, и умелым, с верным соотношением типичности и уникальности. Вот цель страстного собаковода. Каковы характеристики типичного добермана? Общий экстерьер. Среднерослая собака, сильная и мускулистая. Ее торс почти можно вписать в квадрат, особенно у кобеля. Точнее, у кобеля длина торса не должна превышать рост в холке более чем на 5%. У суки может быть превышение на 10%, но не больше. Голова удлиненная, морда выпуклой лепки, при виде спереди имеет форму усеченного конуса. Черепная и лицевая оси параллельны. Лоб спереди кажется плоским. В профиле он должен быть не крутым, но хорошо отчерченным. Нос широкий, хорошо развитый, ноздри открытые. Цвет носа черный у черных особей, у коричневых гармонирует с общим окрасом. Глаза овальные, средней величины, зрачок темный. Для коричневых особей допустим более светлый оттенок. Взгляд должен быть прямой и открытый. Уши посажены высоко, обрезаны до длины пропорциональной длине головы. Держатся с таймя, либо не обрезаны и висят, хорошо прилегая к щекам. Шея сухощавая и мускулистая. Длина ее как минимум равна длине головы, примерно 0,4 роста в холке. Верхняя линия шеи должна иметь изящную выпуклость. Холка видна хорошо, особенно у кобелей. Спина короткая и мощная, с хорошо развитой мускулатурой. От заднего конца грудины до таза живот аккуратно втянут. Грудная клетка должна достигать локтевого сустава. Передние конечности сильные, почти прямые, перпендикулярны земле. Лопатка должна быть скошена и смотреть назад, образуясь плечевой костью угол 110-115 градусов. Предплечье сильное и прямое, хорошо покрыто мускулами. Локтевые суставы должны прилегать к бокам и не выворачиваться наружу. Пясти имеют сильные кости. Ванфас продолжает вертикальную линию предплечья. Профиль выглядит слегка сжатыми. Их максимальный наклон 10 градусов. Передние стопы короткие, пальцы плотно сомкнутые, хорошо изогнутые. В целом, сзади доберман производит впечатление широкого, округлого животного из-за мощной мускулатуры таза. Все мускулы, идущие от таза к бедру и к ноге, имеют хорошую ширину. Задние конечности сильные, перпендикулярны земле и параллельны друг другу. Щеколотки тоже сильные и параллельны друг другу. Задние стопа, как и передние, имеют короткие изогнутые пальцы. Допустимый окрас черный и коричневый, с хорошо очерченными подпалинами. Рост кобелей от 68 до 72 сантиметров. Для сук от 63 до 68. Доберман скор и вынослив при беге голопом. Но на соревнованиях оценивается его бег рысью. Она должна быть плавная, свободная, с широким шагом. Заканчивая наш рассказ, вернемся к характеру. Мы говорили о том, каким Доберман быть не должен. Скажем, наконец, о том, какова его суть. Повторим, что это очень чувствительная собака. Возможно, самая чувствительная из всех. Поэтому она чует любой оттенок настроения хозяина и ведет себя соответствующе. Если Доберман нервный и раздражительный, его хозяин тоже, как правило, не находит мира с самим собой. Доберман, к тому же, очень подвижен, полон радости жизни, трудолюбив. Поэтому его двуногий друг должен не держать его на привязи в саду, а работать с ним, позволяя ему проявлять свои лучшие качества. Дрессировка Добермана, а она для него обязательно, должна проводиться в виде игры. Единственное оружие, полезное в этом деле, — мяч. Чтобы получить мяч в виде награды, Доберман способен на все. Как уже говорилось, Кобель более властен, чем Сука. Но и он в глубине души покорен и жаждет учиться. Чтобы добиться хороших результатов, стремитесь понять и использовать его нрав. Тем не менее, с самого детства давайте ему понять, что дирижер оркестра — все-таки вы. Мы еще не упомянули о самой главной черте характера этой собаки, на которую надо обратить большое внимание. Доберман до безумия влюбляется в своего хозяина и готов на все, лишь бы тот был доволен. Вот почему в плохих руках Доберман может стать опасным. То, чего требует хозяин, для него свято. Однако нельзя это назвать жестокостью. Это проявление любви. Зверем с большим основанием можно назвать двуногое существо, которое намеренно растит злобную собаку. Для защиты, для спорта или просто для дружбы, умный и умелый Доберман — одна из самых подходящих собак. Это не страшный зверь, но и не прекрасная статуя. Это собака. Как у всех собак, у него есть сердце и ум. Но чтобы Доберман проявил себя с лучшей стороны, ему нужен хозяин, способный пользоваться своими сердцем и умом.